Теперь о ситуации в Крыму, которая уже неделю выживает в условиях энергоблокады. Несмотря на то, что на полуостров самолетами МЧС доставлены сотни генераторов, обстановка остается сложной. Энергию приходится экономить самым жестким образом. В ряде учебных заведений продлены вынужденные каникулы. Вся надежда на энергомост из Краснодарского края, как заявил глава республики Сергей Аксенов, в первую очередь могут сдать раньше срока, возможно уже через неделю. Тема продолжит Дмитрий Зайцев. Самолеты МЧС приземляются в аэропорту Симферополя практически ежедневно. В этот раз на борту 8 генераторов и более 600 переносных установок. Мощность каждой от 4 до 6 киловатт. Большая часть пойдет на социальные объекты. Это ПТУ, это суды, это школы, это пенсионный фонд. Генераторы раздают и простым людям, тем, кто в них особо нуждается. Например, Николай из Симферополя получил переносную электростанцию, один из первых. У него ребенок-инвалид. Без тепла и света не выжить. Купил кабель сегодня, после работы провел и сколотил защиту от дождя, от снега. Топливо мы как бы сами купим, это мы потянем там. Полуостров находится в энергоблокаде уже 6 дней. Более тысячи населенных пунктов получают электроэнергию по временной схеме. Там, где ситуация наиболее сложная, развернуты пункты временного пребывания и полевые кухни. Гречка с подливкой, с тушенкой. И все. И чай. Чай, кофе. Сами крымчане к непростой ситуации уже приспособились. Те, у кого появляется электричество, предлагают другим бесплатно зарядить мобильные телефоны. Розетки выносят прямо на улицы. Работу сотовых сетей связисты обеспечивают днем и ночью. Специалисты Севтелекома приняли от МЧС 72 генератора, которые готовятся на базе Севтелекома к работе. Около двух десятков объектов подключены. Обеспечивается круглосуточная работа этих объектов. В крымских школах, ушедших на этой неделе на внеплановые каникулы, с понедельника начнутся занятия. Но пока не везде и по сокращенной программе. Уроки вместо 40 минут по 30. Мы выдержим все, потому что отключения бывают. Но на два часа нам свет дают днем, два часа дают ночью. Поэтому мы справляемся. В магазинах и на рынках сохраняется большой спрос на батарейки и свечи. Особо предприимчивые продавцы пытаются на этом заработать. Крымская прокуратура уже направила торговцам более 450 предостережений и пригрозила уголовными делами. В Киеве тем временем заявили, что готовы возобновить поставки электричества по разрушенным радикалами ЛЭП. Тем более, что без света остались и некоторые украинские населенные пункты. Но националисты по-прежнему контролируют линии электропередачи и не дают этого сделать. Какова ситуация на самом деле неизвестно, но заявление, по всей видимости, было сделано под давлением Запада. Европейские послы, которые каждый день ко мне приходят и рассказывают, что во время войны так себя захватчики не вели, как мы сейчас. Устранить зависимость от поставок украинского электричества поможет Энергомост через Керченский пролив. Его возводят с опережением графика и обещают сдать первую очередь уже в начале декабря. Дмитрий Зайцев, Дмитрий Жгенти, Первый канал.